Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Ом намо Бхагавате Васудевая Нарая нам намас критиям Нарам чайва народ тамам Девим сарасватим вясам Татуджая мудираед Наштапрае швабадришу Нитя Бхагавата сэвая Бхагавати в тамаш локе Бхактир бхавайте на иштики Шримад Бхагаватам Песня первая Наказание сына Дроны Текст 15 и 16 Мы читаем два текста Первый мы повторим А второй прочитаем уже просто так Мата шишунам нитханам сутанам Шишунам нитханам сутанам Мата шишунам нитханам сутанам Нишамьяк хорам парипатиап мана Нишамьяк хорам паритап ямана Нишамьяк хорам паритап ямана Нишамьяк хорам паритап ямана Нишамьяк хорам паритап ямана ТАДАРУДАТ ВАШ ПАКАЛАКУ ЛАКШИ ТАМСАНТВАЯН АХАКИРИТАМАЛИ ТАМСАНТВАЯН АХАКИРИТАМАЛИ МАТАШИШУНАМ НИТХАНАМ СУТАНАМ НИШАМЯКХОРАМ ПАРИТАПЯМАНАМ ТАДАРУДАТ ВАШ ПАКАЛАКУ ЛАКШИ ТАМСАТВАЯН АХАКИРИТАМАЛИ ОЧЕЙНЫЕ? Есть ОЧЕЙНЫЕ? МАТАШИШУНАМ НИТХАНАМ СУТАНАМ НИШАМЯКХОРАМ ПАРИТАПЯМАНАМ НИШАМЯКХОРАМ ПАРИТАПЯМАНАМ ТАДАРУДАТ ВАШ ПАКАЛАКУ ЛАКШИ Тамсатваян аха кирита моли Матаджи Мата Мать Шишунам Детей Нидханам Убийство Сутанам Сыновей Нишамья Услышав Гхорам Ужасное Паритапьямана Скорбя Тадам Тогда Арудат Зарыдала Ваш покала акула акши Ваш покала акула акши Со слезами на глазах Там Ее Сантваян Успокаивая Аха Сказал Киритам Киритам Арджуна Перевод стиха Драупади Мать пятерых детей Пандавов Услышав о том, что они Злодейски убиты Охваченная горем Запричитала И глаза ее Наполнились слезами Пытаясь Утешить ее В ее горе Арджуна Сказал Текст 16 Я просто читаю Тадашу частые Прам Риджами Бхадре Ят Брахма Банхошира Атата Инах Гандива Муктайр Вишикхайр Упахарей Твак Крам Яят Сна Си Дагдха Путра О достойная Женщина Когда я принесу тебе голову Этого Брахмана Отсеченную стрелой Из лука Гандивы Я осушу твои слезы И утешу тебя А когда тела твоих сыновей Будут преданы огню Ты сможешь совершить омовение Попирая его голову Комментарии его божественной милости Ачебактивданте С вами Шрил Брупада Враг Который поджигает дом Подсыпает яд Нападает без предупреждения Используя смертоносное оружие Грабит Отбирает земли Или соблазняет чужую жену Называется агрессором Такой человек Даже если он Брахман Или так называемый сын Брамана Должен непременно понести наказание Когда Аржуна пообещал Обезглавить агрессора Он знал, что Ашватхама Был сыном Брамана Но поскольку Так называемый Браман Поступил как палач Он заслуживал Соответствующего отношения Убийство сына Брамана Оказавшегося злодеем Не могло считаться грехом Еще раз стихи Драупади Мать пятерых детей Пандавов Услышав о том Что они злодейски убиты Охваченная горем Запричитала И глаза ее Наполнили слезами Пытаясь утешить ее В ее горе Аржуна сказал О достойная женщина Когда я принесу тебе голову Этого Брахмана Отсеченную стрелой Из лука Гандивы Я осушу твои слезы И утешу тебя А когда тела Твоих сыновей Будут преданы огню Ты сможешь совершить Омовение Попирая его голову Ом Агьянати Мирандася Гьянанджана Шалакая Чакшур Унмилитамьяна Тасмай Шри Куравена Маха Шри Чайтанья Манопхиштам Стапитамья Набутале Сваям Рупа Кадамахям Дадати Сва Падантикам Хе Кришна Каруна Синду Дина Банху Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радаканта Намостуте Тапта Канчана Гауранге Радхе Вриндава Нишвари Ври Шабхану Суты Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпа Тарупьяш Ча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паваны Пьё Вайшнаве Пьё Намо Намаха Зай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Ва Садигаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Рама Харе Рама Харе Ещё раз начнём медитацию с предыстории Начались вот эти драматические события Битва на Куршетре уже закончена Кауравы уже её проиграли Пандавы уже её выиграли Дурьотхана уже лежит с перебитым хребтом В районе бёдер Пхима ему палец и перебил позвоночник Умирает Он умирал в течение нескольких дней И Ашватхама Сын Дроначари Пробирается в шатёр Где спали сыновья Панду И практически Вырезает их То есть это была резня Кого-то он убил ещё спящим Отрубал голову Кто-то вскакивал Но они были без оружия И поэтому они были Лёгкой добычей для него Он просто с носилым голову мечом Как Для того, чтобы удовлетворить Дурьотхану Ну так, чуть забегая вперёд Он потом пришёл Он пришёл к Дурьотхане С этим подношением И Дурьотхана Демон Но великий герой Он сказал Пошёл прочь отсюда Что ты надел Зачем ты это сделал Даже Дурьотхана это не принял И это очень поразительно Потому что Ашватхама Сын Дроначария Дроначария Великий воин Но не кшатрий Он брахман Он учитель военного искусства Астра-шастры Учитель Он учитель пандавов Он учитель кауравов В военном искусстве Именно как Вот в таком вот Ключе Он и Был на поле битвы Курукшетра И Ашватхама Сын Брахмана Удивительно Что вообще Такой могло прийти В голову Сыну Брахман Мы знаем Мы знаем Что Ну так Обычно Официально заявляется Что Деградация Брахманического рода Начинается С этого мальчика Как его звали Шринги Который проклял Махараджа Парикшита Пацан Гордый пацан Просто вот Пацан Но могущественный Проклял Махараджа Парикшита Но здесь Чуть раньше Ашватхама Проявил такие Ну Ужасные качества Которые Вообще Как бы В системе Варнаша Ну сложно себе представить Чтобы как-то вот Себя вел Цивилизованный человек Таким образом И если Тот самый мальчик Шринги Он Показательный Образец Того как Качества Брахмана Теряются В Брахмане Да То Ашватхама Показательный Образец Того Что У Брахмана Может быть Сын И вовсе не Брахман Что Брахманическая Культура Брахманические Качества По наследству Теперь уже Все Не передаются В былые времена В ранние эпохи И в Сатия Югу И так далее В семьях Соответствующие Варны Как правило Рождались дети С природными Склонностями Уже данные Варны Это Ну Карма Так было Более Благочестивое Время И карма Она Воплощалась В более Упорядоченном Виде И вот Ашватхама Показатель Того Что Упорядоченный Вид Уже Кончился Уже Все В одной Семье Могут Быть Божественные Натуры Демонические Натуры И у Такого Великого Брахмана Как Дрон Ачарья Появился Такой Убиватель Как Ашватхам То есть Качества Они Должны Воспитываться Воспитываться Что-то Спросить Демонические Качества Необходимые Брахманические Качества Как Следует И Та Ну да И то и то Конечно же Он Не смог Перенять Брахманические Качества И больше Усвоил Вот эти Демонические Качества Потому что Общался С кем С Куровами С Дурьотханой И С его Сыновьями Он Там Там его Сердце Было И оттуда Он эти Качества Перенял Перенял Эти Качества И То что Кастовая Система Была Когда-то Да В Индии Уже Выродившаяся Вот эта Вот Система Передачи Касты По наследству Она Она Себя Не Оправдывала И Не Удовлетворяла Даже Уже Индусов Потому что Лишь Внешне Что-то Издалека Могло Напоминать Ту Самую Варна Шраму О которой Говорит Кришна В Бхагавадгите Четур Варня Мая Мая Срештам Кришна Создала Эту Систему Среди Человеческого Общества Она В принципе От Внешних Условий Не сильно Это и Зависит Она Всегда Есть Всегда Есть Деление На Интеллектуальный Класс Брахманов На Правящий Класс Кшатриев На Вайшиев Торговывают Сословие Земледельческое И на Шудр На Рабочий Класс И Что-то Не Делай Вот Как Коммунисты Пытались Отменить Всех Кроме Шудр То Все равно Оно Приобретало Тот же Самый Вид Просто Уже Шудры Становились Кшатриями Брахманами И Вайшими И Вся Система Приобретала Более Комичный Вид Но Так Или Иначе Все Эти Подразделения В обществе Всегда Существуют Так Это Божественный Закон Так Устанавливается Где Собирается Несколько Человек Там Уже Будет Деление На Брахманов Кшатриев Вайшиев И Шудр И Эта Система Варнашемы Она Так В одном Комментарии Шрил Барупада Пишет Она Создана Специально Для того Чтобы Развить В людях В ее Участниках Трансцендентные Качества Варнаша Мадхарма Должна Была Обеспечить Вот Это Важный Момент Удачное Завершение Жизни Я Почему Улыбаюсь Потому Что Многие Преданные Часто Так В каких То Мечтах Или В каких То Своих Порывах Создать Что Типа Варнаша Мадхармы Мечтает Устроить Здесь Такое Счастливое Общество Таких Благочестивых Мужчин Женщин И детей И быть Счастливыми Здесь Но Думая Что Варнаша Мадхарма Обязательно Благоустроит Событийность Их жизни Их судьбу Варнаша Мадхарма Упорядоченная Жизнь Это Гуна Благости И в общем Это правильно Ожидать От нее Ну Как бы Какого-то Удовлетворения Но А Карма Не отменяется Правильно Антон Право Говорит Дело в том Что Она должна Выработать Определенные Качества Которые Будут Гарантировать Удачное Завершение Жизни Но Событийность Судьбу Она может И не поменять Более того Есть такие Примеры Конечно Это Лила Но Тем не менее Брахман Судама Наивысших Качеств Личность И Брахман Я не знаю Высшего Порядка Друг Кришны Жил в Такой Бедности То есть Но Людей В благости Дело в том Что Событийность Их Жизни Не волнует Вот Кого волнует Событийность Жизни Судьба Так это Люди В страсти Вот Им как раз Вообще Не все равно Как и судьба Повернется В какую сторону Люди В благости Они больше Направлены На развитие Качеств Внутренних Отношений С Богом Вот И Представителю Каждой Варны Надлежит Развить Какое-то Одно Качество Которое Изначально Уже Ему Как бы Ну Принадлежит И вот Его надо Как бы В большей степени Развивать Выполняя Свой долг Выполняя Свой долг Вот В системе Вот этих Варн Так например Брахманы Выделяются Среди Всех Истальных Варн И жителей И вообще Тем что Они Умеют Контролировать Себя Контролируют Чувства Контролируют Себя Самоконтроль Это Основное Их Качество Основное И в процессе Выполнения Своих Обязанностей Они еще Больше Углубляют Развивают И развивают Это Качество А вообще Брахманических Качеств Множество Разных Кришна Бхагавадгити Описывает Их Где-то В 18 Главе 42 Второй Второй стих Шама Дамас Тапа Шаучам Акшантир Аджавам Гьяна Вигьяна Астикьям Вот эти Вот эти Девять Качеств Описываются Бхагавадгити Уборочек Да Внутренняя Частота Поддерживается Изучением Священных Писаний И исследованием Регулирующим Принципам Шаантир Терпение Терпеливость Он умеет Сносить Все невзгоды И все Неудобства Арджалам Честность Правдивость Интересное Качество Казалось бы А что там Правду матку Я тоже могу Рубанусь Но это Не просто так Правду умеет Говорить Оказывается Только Брахман Потому что Он чист Он безгрешен Поэтому Правда Из его сердца Изливается Он по-настоящему Правду Только может Брахман сказать Гьяна Вигьяна Ну это Почти уже Как по-русски Знана Визнана Знание Теоретическое Информативное Это Брахман Должен Изучать Священные Писания И хорошо их знать Знать стихии Какие-то Ну как бы Уметь ссылаться И вигьяна Это уже Мудрость Приобретенная В непосредственной Практике Этого знания На жизнь В жизни Это важный момент Особенно в практике Предного служения Когда мы изучаем Шастры Мы должны Также Применять Все полученные Знания В своей жизни Иначе Просто Накопление Знания Как такового Является Препятствием На пути Предного служения Потому что Это Описывает Рупага Слами Как Покрытие Гьяной Нашего Предного служения Оно покрывается Просто гьяной Если оно Не реализовывается В жизни И таким образом Является Покрытием Предного служения Препятствием Гьяна 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 Астикям Это Религиозность Религиозность Уже Как Логический Вывод Из всех Предыдущих Качеств Человек Который И терпелив И аскетичен И чист И Правду Умеет Вот Все 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 Вот Это Он Естественным Образом Будет Религиозным Потому что Это Естественное Состояние Разума В гуне Благости Понимать Что есть Всевышний Что есть Господь Это Религиозность Что нужно Выполнять Какие-то Предписанные Обязанности Для того Чтобы Удовлетворить Его Это Брахманические Качества У Кшатриев Например Это Качество Это Способность Во-первых Это Конечно же То Что Он Очень Щедрый Он Раздает Всем Пожертвования Но Сам Ни при Каких Обстоятельствах Не должен Принимать Пожертвования Это Очень Важно Для Кшатри Это Вообще Немыслимо Чтобы Ему Кто-то Что-то Пожертвовал Невозможно Такое Себе Представить У нас Сейчас Все Наоборот Как раз Как Отчет Атма Прабу Иногда Рассказывает Про То Как Партии Рекламируют Себя Что Мы Раздаем Ветеранам Войны И они Раздают По печенюшке Что-нибудь Раздали Голосуйте За нас А Сами Сами Принимают В виде Взяток В виде Чего-то Пожертвований Такие Теперь Кшатри Анти Кшатри Все Наоборот Принимать Принимают Отдавать Не Отдают И Также Описывается Что Кшатри Не Должны Быть Трусами То Кшатри Это Не Просто Правитель Это Также Воин У Кшатри Одно Из Основных Внутренних Таких Мотивационных Побруждающих К действию Причин Является Желание Дать Прибежище Защитить То есть Он Всегда За Правду Он Всегда Защищает Маленьких Это Кшатрийское Свойство Такое Поэтому Он Всегда Впереди Если Война То Он Впереди И Кшатри Вообще Поле Битвы Могли Только В двух Случаях Либо Они Проиграли Покинуть Либо Выиграли И Уйти С поля Боя Не Раненным Это Был Позор Вот Если Тебя Враг Не Ранил Ты Ушел Но Это Для Кшатри Тоже Было Что-то Немыслимое Единственный Момент Когда Его Могли Увести С поля Боя Это Его Возничему Разрешалось Когда Кшатрий Воин Терял Сознание И Не Мог Драться Вот Его Возничему Удавалось Право Его Увести С поля Боя И Там Уже Привести В чувство Для того Чтобы Он Вернулся Обратно Иначе Он Никак Не Мог Покинуть Поле Боя Но Сейчас Да Понятно Аналогии С Сегодняшним Временем Они Уже Просто Смешные Потому Что Где Они Эти Кшатри Они Сидят В Бункерах Больших Выставляют Просто Народ Вперед Причем Разный И кшатриев И не кшатриев Всех Подряд Только Язва Желудка Вас Спасет Если Вы Рукчево Не Дай Боже Такие Кшатри Теперь Это Кшатрийские Свойства И Развивая Эти Свойства Кшатрий Также Прогрессировал Прогрессировал Ближе Приближаясь К Осознанию Приобретая Вот Эти Качества И Ближе Приходя К Осознанию Вот Своей Причастности К Богу Своего Служения Ему Причем Кшатрии Развивая Свои Склонности Да Он Не Приходил К Жизни К Ненасилию В течение Исполнения Своего Долга Как Аржуна Например На поле Битого Курукшатра Увидел Родственников Проникся К ним Со Страданием И Вот Выдвинул Кришне Вот Такую Вот Идею Ненасилие Что Уж Лучше Я Пойду Наверное В лесу Посижу Чем Буду Убивать Своих Родственников И Учителей Кришна Сказал Что Нет Ты Поступишь Как Трус Тебя Вообще Никто Не Поймёт Так Ты Делать Не Должен Ты Не Брахман Брахман Так Должен Делать Но Ты Кшатри У Тебя Другие Обязанности Другие Качества И Ты Должен Им Следовать Вайши Торговое Сословие Вот Интересно Торговое Сословие Какое Важный Симптом Какое Важное Качество Ну Их Действие Которые В первую Очередь Должны Ну Как бы Исполнять И Развивать У кого Какой Мысль Ну Вот Это Вот Просто Знающие Шастри Преданные Да Торговое Сословие В первую Очередь Должны Поддерживать И Заботиться О Коровах Наипервейшая Их Обязанность Заботиться О Коровах Потом Уже Земледелие И Торговлю В первую Очередь Они Должны Заботиться О Коровах Потому Что На Вот Этой Культуре Заботе О Коровах Держится Экономическое И вообще Любое Процветание Организованной Человеческой Цивилизации Они Дают Молоко Они И Они Так же Как Экшатри Должны Быть Щедрыми Основное Качество В сердце Вайшьев Это То Что Они Ну Как Ненасытные Что Ли Они Никогда Не удовлетворяются Полученной Прибылью Но При этом Они Так же Начинают Больше Раздавать Они Больше Зарабатывают Не удовлетворяются Но Больше Раздают Если Просто Больше Берут Это Не Это Само Не Вайшьи Много Жадных Людей Но Это Не Значит Они Вайшьи Вайшьи Они Еще Раздают Много Вот Это Вайшьи И Шудры Шудры Это Рабочий Класс Парупада Пишет Что Это Люди Которые Не Обладают Большим Интеллектом Это Не Значит Что Они Деревянные Это Интеллект В смысле Будхи Потому Что Есть Мана Это Ум И Есть Очень Умные Шудры И Мы Видим В наше Время Очень Много Умных Людей Умных С Хорошей Памятью Может быть Харизматичных Какие-то Планы Они Строят Но Интеллект Разум Будхи Это То Что Позволяет Брахманам Контролировать Чувства Это Умение Способность Различать Благоприятное От Неблагоприятного И Вот Шудры Этот Разум Этот Будхи Он Как бы В таком Сжатом Состоянии Он Не Различает Поэтому И Деньги Шудрам Как правило Не Выплачивались Никогда Раньше Потому Что Он Сразу Будет Трать Куда Он Применит Свой Большой Ум Разум Если Он У Него Есть Для Того Чтобы Заработать Деньги И Потратить Их На Чувственное Удовлетворение На Вино На Секс На Азарт На Игры Так Проп Падо Пишет Да И Шудре Деньги Вот Именно Этим Он Займется Сразу Для Него Это Нормально Причем Варнашем Эдхармия Шудрам Не Запрещалось Пить Вино Шудрам Для Них Это Понятно Шудра Получил Зарплату Помним По Изучаемой В школе Истории Крепостничество Или какой-то Рабский Стро Рабовладельческий Где там Все только Работали И умирали От города Нет Шудры ели То же самое Что ели Их Господа Они носили Тужу одежду Потому что Себя Отдавали Одежду Украшения Золотые Украшения Все шудры Ходили Сейчас Как бы Сейчас арабам Сейчас не сравнится С теми шудрами Которые Раньше Все в золоте Ходили В драгоценных Камнях И у шудры Главнейшее Качество Которое Они должны Были И дальше Развивать Это преданность Честная Преданность Своему хозяину То есть Он не должен Был его покидать Если вдруг Что не так Получалось Если вдруг Хозяин становился Немощным Или Неимущим Шудра Должен был Оставаться При нем То есть Должна была Быть Преданность И вот Все Развивая эти качества Вот это была Цивилизация Человеческая цивилизация Все остальные Они как бы Уже были вне Варнаша Мадхармы Которые Не могли Не имели Таких качеств Пхишмадева Это дальше Это же в первой песне Пхишмадева Будет объяснять Тоже в связи С Варнашем Мадхармой Когда Ютхиштира Будет задавать ему Вопросы И Пхишмадева Прокнутые стрелами Он будет рассказывать Про то что Жители Варнашемы Должны были Обладать Определенными Качествами И развивать Эти определенные Качества Вот Варнашем Она развивает Вот эти качества Которые очень близки Кстати к брахманическим Сейчас Если я вспомню Все А А в том смысле Что Первое Не гневаться Первое качество Варнашем Мадхарма Учила людей Не гневаться Не лгать Щедро Бестрастно Раздавать богатство Прощать Умение прощать Зачинать детей Только со своей женой Не относиться Враждебно Никому Сейчас я припомню Соблюдать чистоту Ума и тела И заботиться О О О младших И о тех Кто Ну у тебя На попечении Заботиться Что-то я пропустил Видимо Одно Ну так или иначе Вот эти вот качества Которые Развивала Варнаша Мадхарма Они видите Приближают всех К какому-то Более-менее Брахманическому стандарту Даже шудры Шудры же тоже Могли быть и честными Правильно И как Какую-то аскеду Совершая Шудры могут Мы же можем По милости Шрилл Парупады Старших предных Вот так и Варнаша Мадхарма Постепенно Поднимала Всех Выше А вот Кто вот Не следует Вот этим Принципам Этим Правилам Тот Варнаша Мы уже Не включался То есть Это называется Уже не Человеческая Цивилизация Не арийская Они уже Вне Они уже Где-то Были Там За пределами Барата Варш Или В лесах Потому Да Следовало ли Ну Не Не Брахманам Другим Кастам Развивать В себе Такие Качества Как Гьяна И Вегьяна Или Это Наоборот Считалось Что Ненужное Гьяна Вегьяна Это Брахманические Качества Гьяна Вегьяна Что касается Например Шудр То Ни в коем Случа Они не должны Были Знать Гьяну Вегьяну Потому Что Они По Качествам Не могли Использовать Правильно Они И Сразу Начинали Использовать Для Чего Все Для Того Ж Чтобы Получить Чувственное Наслаждение Причем Вот Этого Низкого Порядка Кшатрии Должны Были Знать Шастры Но Не Должны Были Становиться Учителями То Они Должны Были Хорошо Знать Шастры Но Учителями Становиться Не Должны Вайши Ну Вайши Что-то Наверное Знали Не Знают Про Вайши Обычно Не Говорят Особо Не Упоминают Потому Что Они Находятся Между Кшатриями Шудрами И Там Что-то Очень Хитро Сплетено Все Ну Он Видура Шудрой Был Чисто Технически Да Технически Все-таки Это Сыну Ясадевы Видура Он Был Сыном Шудрани Не Царского Рода Он Был Сыном Служанки Потому Что Царицы Раз Так Испугались Страшного Виду Ясадевы И Служаночку Вперед Выдвинули Но Это Был Сын Ясадевы Поэтому И Он Воспитывался В царской Семье То есть Он Получил Должное Воспитание О чем Мы Сейчас И Говорим Чтобы Приобрести Качество Необходимо Получить Воспитание Мы Все Рождаемся В Калиюгу Шудрами Так Описывают Шастры Шудрами Это Значит Не То Что У Нас Качество Такие Вот Обязательно Слуги Мы Разные Качества У кого-то Больше Накшатри Похоже Кто-то Больше Брахманической Природы Изначально Что-то Видно Склонности Людей Шудра Означает Что мы Не обладаем Вот теми Качествами Необходимыми Есть склонность Но качеств Еще нету Вот мы Шудры Поэтому Эти качества Необходимо Развивать Развивать Необходимо В нужном Общении И в нужной Практике Каждому Нужно Развивать Эти качества И Вот Например В нашем Случае В случае С преданными Скон Нам Еще и легче Это делать Потому что С самого начала К чему Варнаша Мадхарма Приводит Нам уже Дается С самого начала Мы понимаем Что Мы Все это делаем Для того Чтобы удовлетворить Господа Чтобы Свои Взаимоотношения С ним Развить Вспомнить Занять Своё естественное Изначальное Положение Души Вечной Слуги Бога Мы Уже Из Этой Позиции Начинаем Развивать Эти качества Стараться Это делать Кришна Говорит Бхагавадгития Яд Кароши Яд Ашнася Яд Жухоши Дадаси Яд Яд Тапас Яси Камтия Тат Курушва Мат Тарпанам Или Мат Курушва Татарпанам Попробуй Разберись И Он говорит Что бы ты ни делал Что бы ты ни ел Не предлагал Через какую бы аскезу Не проходил Делай это Как подношение Мне Вот оно Сразу формула Основываясь на которую Мы начинаем развивать Все эти качества Ну например Не гневаться Да Вот Хишма Перечисляет Качества Цивилизованного человека Там много Похожих Качеств Ну например Не гневаться Как можно Не гневаться Гнев Откуда возникает Из Неудовлетворенного Вожделения Правильно Неудовлетворенное Вожделение Это значит Мы захотели Больше Больше чем нам Дано Больше чем Наша доля Но если мы Изначально знаем Что вот Ишаваси Мы дам Сарвам То есть Все Принадлежит Богу И нам выделяется Наша доля То лишнего Вожделения Лишнего желания Вот этого Получить Больше чем Мне дается Не возникает Соответственно И гнева Не возникает Гнева Нет Нет уже Основания Для гнева Или Например Ну что там еще Раздавать Богатство Беспестрастно Преданные Тоже могут Легко делиться Легко делиться Мы Даже Специальная Программа У нас есть Пища жизни Покормить Кого-нибудь Просадом Для преданных Просто удовольствие Потому что Мы раздаем Кришну Кришну Таким образом Также В этот принцип Можно отнести И Проповедь Мы делимся Знанием Мы не просто Накапливаем его Как Ну Сухари такие Ученые Накопили Накопили И сидим Мы все знаем Мы делимся Со всеми Кто хочет Также Проявляет Интерес Делимся Прощать Как прощать Да Как просто Прощать Не обижаться Ну вот Да Правильно Не обижаться Но как Прощать А уметь Видеть Кришну За всем Что происходит И за всем Что нам Говорят Что нам Делают Потому что В сердце Каждого Человека Находится Кришна И Предный Когда уже Понимает Что он Слуга Бога И что Господь Всем Управляет Он Видит Уже Не Плохое Отношение Данного Человека К себе А он Видит Урок Что Мне от Бога Пришел Урок По карме Не по карме Или лично Какая разница То есть Я должен Что-то Понять Чтобы Что-то В себе Изменить Поменять Какое-то Качество Сплохого На Лучшее И Вот таким Образом Прощать Очень Просто Потому что Изначально Не возникает Вот этот Вот обиды Которая Основывается Всегда Исключительно На ложном Эго Предный Вообще В исключительном Положении Им сразу Ложное Эго Отрезают Оно Иногда Всплывает Но его Можно Опять Отрезать Всегда Есть Для этого Основания У нас Есть Шастры И Гуру Шастры И Гуру А Шватхама Вот Пожалуйста На тот Момент Он Был В таком Состоянии И Вот такие Вот Глупости Вперед Забегая Он Там Еще Будет Делать Глупость Даже Когда После Того Как Его Позорно Пленили Отпустили Он Еще Там Брахмастру Выпустит Причем Он Ее Вызывать Умел А Забирать Обратно Не умел То есть Как-то Инструкцию Наполовину Только Прочитал Похоже С Ашватхамы Но Ашватхама Отдельная Личность С ним Отдельные Истории Я слышал Нарадаму Непрабу Рассказывал И Ведадаши Рома Непрабу Рассказывал Также Из других Источников Слышал Что Ашватхама Это Та самая Личность Которая Следующая Калиюгу Исполнит То что Исполнил Дело в том Что Ашватхама Был проклят После этого Не поверите На что На вечную Жизнь Здесь Ну вот пока Вот материальное Существование Так что Это знаете Как это Вечный Жид Вот он Такой Вечный Жид Который Несет Своё Покаянное Житие Он Как бы Он кается Может уже Покаялся Потому что Насколько я понимаю К нему пришло Осознание То что он Сделал Смотрели Фильм Остров Да Там Главный Герой Совершил Какую-то Ерунду И потом Каялся Всю жизнь И таким Образом Господь Пришёл Это конечно Там Бхакти в этом Фильме Может не очень Много Зато там Хорошо Показывается Аспект Покаяния У преданных Также должен Быть Аспект Покаяния Обязательно Только Это аспект Не уничижающий Это аспект Вдохновляющая Сила Покаяния В простом Материальном существовании Мы свои недостатки Не видим У нас работает Очень серьёзная Адвокатская система Оправдательная Каждый недостаток У нас внутри Он переворачивается Даже как бы И в достоинство А тут Благодаря Духовному знанию Шастрам И гуру И другим Преданным Которые нас окружают Мы наконец-то Начинаем Видеть недостатки Боже мой Какая грязь Но это не Уничижает Как бы Это не самобичевание А это Водушевляющая Сила Ну К началу уборки То есть Можно Всё Наконец-то У меня появился Шанс Значит у меня Всё-таки Есть шанс Я начал Видеть Что мне Убирать Ура Наконец-то Вот Таким вот Образом Мы тоже Будем Развиваться Развивать Те самые Брахманические Качества Про которые Мы вот Упомянули Видя свои Недостатки В этом В процессе Общения В процессе Развития Качеств Они также Развиваются У нас В садхане Садхана У нас так Вот построена Таким образом Урегулированная Жизнь В чистоте Вовремя Вставать Вовремя Ложиться Просад Вовремя В чистоте Готовить В чистоте Предлагать Петь молитвы Медитации То есть Все это Способствует Развитию Благостных Качеств А сами Благостные Качества Это та самая Основа На которой Нам легко Будет Подняться В трансцендентность То есть Легко Будет Воспринимать Трансцендентные Какие-то Принципы И легко Будет Воспринимать Истории О верховной Личности Бога С уровня Благости Вот Этим Самым Это все Очень ценно Для нас Харе Кришна Спасибо За внимание Может быть Вопрос Или два Такой вопрос Можно подробнее Тему раскрытия Вот этих Четырех Классов То есть Как бы В наш Веке Сказали Кали То есть Человек Рождается И у него Качество Шудра Дебы Или как Там Сказали То есть Что Как Человеку Понять То есть Кто Он По своей Природе Либо Кто Кто Может Сказать Гуру Еще Как Это Проявляется Как Понять Что Нужно Развивать Что Понять Да Рождаемся Мы С невыработанными Качествами С невыработанными Качествами Какая-то Склонность В природе Все равно Существует Так Кто Мы Как Найти Свою Природу Сам Ненадеж Всегда Запутаешься Всегда Природа Раскрывается Естественным Образом Во взаимодействии В чистом Обществе Когда Окружает Общество Не Завидующих Мне Людей А им Со стороны Уже Видно Вначале Что-то Делают Попросят Делать Что-то Простое Потом Будут Проявляться Качества Какие-то Которые Будут Нас Выделять На фоне Других Преданных Какое-то Одно Или два Качества Со стороны Хорошо Видно Поэтому Именно Вот такое Общество Будет Продвигать Вперед Поэтому Так Важно Ну как бы Найти Прибежище В духовном Обществе Там Где люди Не завидуют Друг другу И основывают Свою жизнь На чистых Принципах Духовной Жизни В наше Время Только так Можно найти Свою Природу Либо Потому что Природа Может быть Не только Одна Очень часто В Кали-югу Смешанная Природа Там Немножко И того Немножко И сего Вроде Как Экшатри Вроде Как Брахман А вообще Я рисовать Люблю В Харикришну Обычно Приходят Либо Музыканты Либо Художники Почему-то Все каменщики Как будто Все в другие Конфессии Ушли Но Это В обществе Будет Видно Будет Просто Проявиться Кто-то Менеджер А кто-то Знаете Я слышал Читань Читань Ран Рассказывал Много лет Прошло Их дружба С одним Преданным Который Занимал Лидерские Позиции В Ядре Или в храме Или где-то И он Так С брахманической Реализацией И в какой-то Момент Какой-то Был праздник И Так случилось Что он Пол мыл Или что-то Такое И он Так Рассказывает Поворачивается И говорит Ты знаешь Читань Чандра Я только Сейчас Понял Что я Шудра Мне так Нравится Вот просто Что-то Убирать Читань Чандра Чаран Прабу Он сказал Я чуть Не обнял Этого Человека Потому что Ну вот Такая Реализация Настоящая Пришла Наконец Ну Со стороны Это видно Обычно Потом Главным Критерием Той Деятельности Ваша Удовлетворение Просто От исполнения Своего долга Не взирая На результаты Знаете Как Работяги В Советском Союзе Работали Работали И были Такие Знаете Умельцы Они там На станках Всяких Блох Подковывали Да А потом Пришла Перестройка Им перестали Платить Зарплату По полгода По году По два года Чайниками Потом стали Выдавать Они все равно Ходили на работу И подковывали Свою Блох Понимаете Вот это вот Природа Им просто Нравилось Это все делать Так Природа И проявляется Когда уже Вас куда-то Ну как бы Продвинут Определят Ваше место В таком Обществе А вы будете Удовлетворены Тем Что вы делаете Значит вы нашли Свою природу Вот так вот Это будет Проявляться Это все Да Спасибо Спасибо Вопрос был Такой Что вы поставите Себе Точку В понятии Качественные Понятие То есть Гена Гена Что касается Ваше Поскольку я просто знаю То есть то что Ваше Они так же Носили Священный шторм Соответственно Они так же Получали Обучение У Сам У Гру Получали Получается Именно Гена Была На какую-то Практическую Реализацию Связана Но Сопланица Долго Да Ваше Действительно Тоже Относились К Разряду Дваждорожденных То есть Они так же Получали Брахманский Шнур Но Они не Участвовали Как бы Не проводили Яги В шатре Не проводили Яги Соответственно Возможно Они изучали Какие-то Разделы Вед Не все Не знаю Я не могу Сказать Не знаю Насколько Они изучали Веды В шатре Считаются Теми Кто Руководит Обществом Глава Государства И так далее А вот Пожалуйста Династия Неру Прежде всего Сам Девахмана Неру Которая Брахманом Он Стоял Во главе Государства Вообще Брахманы И должны Стоять Во главе Государства Но За кулисами Потому что Брахманы Голова Которые Дают Вектор Направления Развития Они Видят В какую Сторону Клонится Общество И дают Кшатриям Определенные Наставления Вот так-то И так-то Кшатрии Которые Тоже Знают Шастры Принимают Эти Наставления И действуют Уже Как руки Они Уже Выпускают Законы Они Делают Действия Какие-то Там Сюда ОМОН А сюда Там Наоборот Вознаграждение Ну Что-то Такое А сейчас Все что угодно Может быть Все что угодно Может быть В принципе В наше Время Поскольку Все так Смешано То есть Это очень Приемлемый Вариант Да Когда Брахман Стоит У руля Вообще Государство Это лучше Чем Шудра Стоит У государства Лучше Сижу Сижу Пожалуйста Вот Греха С кастерами Надо Развивать Качество Соответственно Из четырех Укладов Потому что Греха С кастерами Ну Утрирую Например Приведу Надо И полочку Ремонт Дом Сделать То есть Такие шудры Надо И деньги Заработать Чтобы Обеспечить Семью И Защиту Дать Прибежущей Всем Семье Защитить Бесстрашно Всех И Одновременно Дать Знания Детям Рассказать Привить Им Вкус Что Касается Ашрама Дхармы То Ашрама Они В первую Очередь Должны Развить Отречение И Знание Это Их Основная Функция Развитие Отречения И Знания И Знание Отречения Это Начинается С Брахмачария Ашрама Кто Развил Отречение Знания Переходит Сразу В какой-то Отреченный Уклад Жизни Кто Не Развил Кто Имеет Еще Материальные Привязанности Желания Переходит В греха Ашрам Где В практической Деятельности Исполнении Своего Долга Перед Семью И Обществом Он Продолжает Развивать Отречение И Знания Просто Это Делается В Конве Своей Варны Вот и Все Своей Варны Нужно Варну Да Можно Определить Варну Но В наше Время Варну Сложно Определить А главное Даже Если Ты Определишь Не Факт Что Твоя Работа Будет Соответствовать Твоей Варне И Можно Так Пол Жизни Без Работы Пробегать Жена Будет Недовольная И Твоя Варна И Твоя Харе Кришна И Все Это Прахом Полетит Поэтому Сознание Кришны Поклоняться Божествам Пять киртаны И Читать Бхагаватам Таким Образом Будет И Отвечение Развиваться И Знание Еще Вопрос В конце Второго Стиха Были Строки Что Он Обращается Вдруг Падешь Что Потом Ты Сможешь Принять Имовение Подбирая Голову Вот Зачем Эти Строки Были В Этем Стихе Появились И Как В Да Это Такая Кшатрийская Тема Горячие Люди Вы Представляете Драупаде Это Мать И Только Что Ей Сообщили Что Ее Детей Зарезали Просто Вырезали А Джуна Это Отец Ну Некоторых По крайней Мере Но В любом Суча Как Отец Всем Поэтому Он Как Отец Так Ж Говорит И Эта Кшатрийская Кровь Как Пхимасена Он Обещал Драупаде Когда Кто Там Духшасана Да Он За волосы Ее Таскал Он Сказал Я вообще Не успокоюсь Пока Не вырву ему сердце И не буду пить кровь Из него Представляете Он это сделал Когда он это делал Некоторые Кшатрии С двух сторон Причем Они теряли сознание Потому что Настолько страшная Картина была Он был Ну Это Кшатрии То есть Это не игрушечки Там Когда говорят Что Когда Лук Ганди Арджуна Просто Натягивал Бэм Вот этот Вот звук Он разлетался На несколько Миль И то же самое Особо Это не Махарадхи А простые Войны Некоторые Просто Реально Падали В обморок Потому что Ужасающее Оружие Это Даже Не Катюша Это Это Стрелы Которые Заряженные Мантрами Они Разрывались И Я как-то Смотрел Передачу Немецкой Волны Там Описывалась Махабхарта Человек Ходит Читает Махабхарту И вот Смотрите Вот здесь Предположительно Был этот Дворец Какой-то Дворец Какую-то Историю Откопал Махабхарте 15 Тонная Плита Находится В 2,5 Километрах Вот Она Отлетела Случайно И он Описывает Что Зарядил Стрелу Сказал Мантру Выпустил Вот Кшатрии Что делали А Арджуна Он Лучший Лучник Как бы У него Божественное Оружие Было То есть Он Там Метал Все Подряд Поэтому Это Для них Нормально Такие Вещи Кроме Того Дальше В этой Истории Будет Понятно Природа Природа Преданного Природа Драупади Милостивая Вот Такая Вот Понимающая Потому Что Она Отпустит Ашватхаму Именно Она То есть Вот Арджуна Его притащит Он Его Пленит Он Его Свяжет Притащит И Она Скажет Что Он Отпустил Мало Того Что Она Вот Такая Вот Она Не Просто Сентиментально По-женски Она Еще Объяснит Там Всем Причин Найдет Для Того Чтобы Его Отпустить Что Он И Брахман Что И Мать Его Осталось Уже Безможно Еще И Сын Тут Сам И Так Далее Будет Прославлена Природа Преданных Так же Такая Страшная Клятва Вот Я Ему Голову Отрублю А ты Еще Омоешься Стоя У Него На Голове В результате Они Просто Ему Камень Срежут Из Волос Плетенный У Такой Кичка Такая Красивая Для Кшатри Это Все Что Голову Отрубить Он Будет Таким Образом Опозорен Убит И Не Убит Одновременно Ашватхама Никшатри Брахман Но Тем Не Менее Он Там Видите И Воевал Тоже Как И Дрон Ачария То Есть Такое Особое Положение Было Дрон Ачария Брахман Он Принимал В Сражении Участие И Ашватхама Как Сын Своего Отца И Также Преемник Вот этой Науки Также Принимал Участие И Было Достаточно Серьезным Войном Сильным То есть Серьезная Сила Там Все силы Уже Были Собраны Все силы Были Собраны В этой Битве Потому Что Основные Силы Конечно Это Пхишма Это Арджуна Это Карна То есть Основные Силы Которые Которые Мы знаем Да Вот они Сражались Они Но Там Было 640 Миллионов Человек Легли И там Как бы Нужны были Каждый Опытный Воин Который Более Выше Среднего От них Очень много Зависело Очень много Зависело Грантарад Шримад Бхагаватам Ки Шил Прупада Ки Нитай Гора Приманан Дахари Рибол Сережа Помоги Пожалуйста Раздать Маха Прасата Где бы Он Бхагаватам Продолжение следует Спасибо.